всем доброго времени суток я приветствую вас на канале око таро меня зовут ольга сегодня я предлагаю вашему вниманию второй прогноз на август месяц для знака зодиака лев уважаемые вы напоминаю что гадание имеет общий характер она подойдет как для мужчин так и для женщин и для тех кто в паре и для тех кто одиноко надеюсь что многие из вас найдут для себя важные советы и подсказки досмотрев это видео до конца но не забывайте о том что расклад один вас много для всех проиграться одинаково он не может из услышанного вы для себя берете только то что подходит именно вам если вы видите что расклад с вами не резонирует вообще возможно в этом периоде он вам не подходит а подходит для другой категории львов в любом случае присоединяйтесь все что требуется от вас это внутреннее спокойствие внутренняя тишина только в таком состоянии вы сможете любую информацию воспринимать правильно и правильно ее анализировать также напоминаю что этот второй прогноз вы можете смотреть как по своему основному знаку зодиака также и по асценденту и то и другое верно что с вами больше резонирует сто и ваше сегодняшнее готово будет на 12 домов гороскопа на 12 сфер вашей жизни поэтому мы сможем довольно таки глубоко рассмотреть события этого месяца и знаю о чем-то заранее вы много уже можете корректировать свои жизни самостоятельно помните об этом и так колода готова и я приступаю уважаемые вы все карты вашего расклада перед вами и я приступаю к его чтению я начну пожалуй с тех событий которые происходят в вашей жизни на тот момент когда вы этот расклад смотрите и для вас выпала карта восьмерочки мечей эта карта говорит о том что многие из вас вот в данный момент находятся в каких-то ограничениях вы завести либо от людей либо от обстоятельств есть какие-то устои клише правила рамки за которые вы хотите выйти зависимость от кого-то или от чего-то может вызывать в вашей жизни крайнюю подавленность также эта карта может говорить о том что кого-то из наших львов что-то беспокоит по здоровью давайте посмотрим что на вашем сердечке а на вашем сердечке дороги какая-то скорость желание желание все решить и все сделать самому или самой вы по карте колесницы рассчитывайте исключительно на свои силы и полностью старайтесь свою жизнь контролировать для многих из вас это действительно дороги в этом периоде возможно из-за которых вы либо нервничали либо эти дороги долго у вас не получались либо возможно вам что-то препятствовало но карта колесницы говорит о том что вами будет сделан какой-то рывок и вы сможете осуществить задуманное что в вашей душе вашей душе выпала пятерка мечей обратите внимание что две карты мечей говорят о какой-то острой жизненной ситуации из-за которой вы очень сильно в данном периоде переживаете для многих эта карта врагов конкурентов закулисных игр сплетен и интриг и также ударов ниже пояса то есть карты явно говорят о том что у вас есть враги по этой карте вы конечно человек очень амбициозный и вы во что бы то ни стало хотите своих врагов поставить на место вот такими интересными были три первых карты теперь мы с вами пройдемся по домам ваш первый дом покажет ваше общее настроение то с каким настроением вы входите в начало августа месяца ваши основные цели и задачи то каким или какой вас видит окружающие что вы несете в окружающий мир девяточка пентаклей карта стабильная карта материальная и она говорит что для многих из вас на первом месте это материальная сторона вашей жизни то есть все то что связано с деньгами работа бизнес финансы для женщин карта благоприятная она говорит о том что вы и сами можете заработать вы сами самодостаточная личность от вас еще могут зависеть другие люди и вы можете быть самостоятельной единицей но даже если вы работаете на кого-то не имеет значения или не работаете вообще эта карта говорит о том что рядом с вами может быть мужчина который хочет или готов помочь вам материально и такой мужчина действительно имеется почему потому что в вашем раскладе есть король пентаклей сама по себе эта карта говорит о том что деньги у вас есть они к вам поступают а это говорит о том что есть работа есть заказы и вы по этой карте развиваетесь для многих из вас это осуществление тех надежд и тех планов которые вами были задуманы ранее то есть по этой карте ваши враги а вас поломают свои зубки и по большому счету вам ничего сделать они не могут для тех кто ищет работу и вы в поиске уже в начале августа месяца работу вы сможете найти у кого-то возможно будет выбор из нескольких вакансий или нескольких вариантов и вы будете обдумывать куда же мне лучше пойти также по девяточки пентакли это оптимизм вера в себя вера в будущее вы остаетесь на позитиве чтобы вашей жизни не происходило и это тоже немаловажно что происходит в вашем втором доме здесь мы рассмотрим ваше недвижимое имущество также то материальное поле которое вы притягиваете к себе сами ваши деньги двойка пентакли 2 подряд вашем раскладе выпадает материальная карта и она говорит о том что заработать вы сможете деньги будут эта рутина это суета это повседневные заботы но на текущие расходы и даже на немножечко больше вам денег будет хватать то что касается вашего имущества возможно у многих из вас на сегодняшний день есть какая-то дилемма вам как бы трудно вот балансировать свои финансы то что касается недвижимости возможно нужны какие-то вложения проплаты счетов на что-то может денег не хватать но вы справляетесь для тех у кого есть что-то свое эта карта говорит о том что вы трудитесь что вы своими руками вносите какую-то лепту вот то что касается вашего дома жилья возможно это ремонт своими руками возможно это какие-то покупки необходимые которые приносят пользу заработать конечно же вы можете и мы видим что по этой карте вы социально активны проблем хватает но вы под ними не сгибаетесь вы идете только вперед давайте заглянем ваш третий дом и здесь мы увидим ваших ближайших друзей родных ближайшие коммуникации на начало августа месяца карта старшего аркана шута карта прекрасно она говорит для кого-то из вас о дорогах о путешествиях об отдыхе о новых возможностях о непринужденной атмосфере где-то когда вы отдыхаете вы для себя как будто бы по этой карте открываете что-то новое возможно для кого-то это новое связано с обучением с вашим развитием вы знакомитесь с новыми людьми у вас появляются новые друзья также эта карта из соцсетей и она говорит о том что вы подолгу может быть засиживаетесь и в соцсетях и то что касается рабочих процессов тоже что-то может происходить через соцсети несмотря на то что какие-то трудности вашей жизни есть вы стараетесь по большому счету не заморачиваться вас что-то радует и вы с легкостью идете по жизни вот ваш оптимизм вам очень помогает людям с которыми вы общаетесь у вас вот это нравится непосредственность легкость при этом ваша харизма ваши таланты это все видно не вооруженным глазом многие из вас стоят на пороге каких-то новых начинаний новых проектов которые пока только находятся в стадии зародыша но вы уже обдумываете как это осуществить в будущем возможно пытаетесь делать первые шаги вам нужна чья-то помощь почему потому что в этом деле много спонтанности много неопределенности и пока плохая подготовка в негативе но в позитиве карта говорит о том что вы выйдете на нужных людей которые будут близки вам по духу по интересам и кто-то вас будет поддерживать также для многих актуальна тема ваших детей внуков их обучения их развития их отдыха все что связано с вашими любимыми детками чем-то они вас также в этом периоде могут радовать что происходит в вашем четвертом доме это ваш собственный дом под крышей которого вы живете и здесь мы видим королеву жезлов если говорить о женщинах львицах это ваша персональная карта и вы здесь показаны во всей красе хозяйка положения вы доминирующая в семье вы лидер в отношениях вы и шея и голова от вас зависит буквально все от ваших решений от ваших прихотей от ваших капризов а эта карта говорит о том что иногда вы капризничаете но вы при этом очень умны талантливы и красивы ваш мужчина который находится рядом с вами не перестает вами удивляться и восхищаться конечно вас волнует все то что происходит в вашем доме но вы по этой карте больше думаете о карьере о работе о каких-то деловых отношениях и даже находясь дома вы сосредоточены на деловых связях возможно это и какие-то телефонные звонки обсуждения рабочих процессов либо что-то вы для себя обдумываете и планируете на будущее но забегая немножечко вперед скажу так что несмотря на то что вы такая вся замечательная то что касается личных отношений для тех кто в паре есть какие-то обиды либо они в этом месяце могут возникнуть это могут быть какие-то конфликты и неопределенность непонимания того что дело дальше но в общем-то карта замечательно она милые женщины говорит о том что в вашем доме вашей семье все зависит исключительно от вас потому что вы хранительница очага если говорить о мужчинах в вашей семье основную роль играет женщина и именно от женщины в вашем доме что-то зависит если говорить о ваших хобби и увлечениях то куда тянется ваша душа дом романтики также взаимодействие с вашими детками у кого есть дети для вас сюда выпала карта короля монет если смотрят меня мужчины львы эта карта говорит о том что ваше основное хобби в данном периоде это работа то есть работа переходит в разряд хобби то есть вам нравится то чем вы занимаетесь вам нравится что-то развивать вам нравится что-то планировать на будущее и получать от этого хорошую прибыль и выгоду поэтому вы много времени отдаете работе для кого-то из вас эта карта говорит о том что именно ваше хобби также может приносить вам неплохой заработок вы по этой карте человек практичный умеющий планировать и даже если вы захотите развивать себя в чем-то новом то у вас на это хватит и талантов и денег если говорить о женщинах то в ваших хобби выпал мужчина земной стихии это может быть телец дева или козерог по гороскопу возможно это какой-то бизнесмен или предприниматель но эта карта может говорить о том что кому-то из вас нравятся состоявшиеся мужчины которые умеют зарабатывать которые сильные личности и надежные партнеры и в жизни и в работе то есть эта карта может говорить о том что те кто одинок вы ищите именно такого мужчину состоявшегося для вас важно материальное положение и материальная основа хотя вы сами заработать тоже можете но деньги к деньгам это всегда больше денег возможно кому-то уже нравится какой-то определенный человек с которым вы имеете либо какие-то коммерческие отношения либо какие-то финансовые вопросы решаете и вы думаете об этом человеке но по картам я вижу что человек возможно женат не свободен и вам обоим может мешать и настоящее и прошлое даже если этот человек свободен и не женат эта карта может предполагать то что рядом с ним есть мать и женщина в возрасте но она до сих пор влияет на его решения и на его выбор в общем эта женщина все время будет вмешиваться в отношениях если меня смотрят мужчины и вас волнует личная жизнь вы находитесь в свободном поиске эта карта говорит о том что вы нравитесь многим женщинам и вы можете завоевать буквально любую было бы у вас желание но на первом месте у вас стоит работа если говорить о женщинах то то что касается ваше хобби возможно вам помогает либо вас в чем-то поддерживает мужское лицо тут может идти и финансовая помощь и какой-то добрый дружеский совет также если говорить о ваших детях я смотрю что вот львы мужчины очень привязаны к своим семьям вы очень хорошие отцы вы постоянно думаете о своих детях для тех у кого есть сыновья если это маленькие дети или дети подростки из них вырастут достойные мужчины если у вас есть взрослый сын возможно он как-то пытается вам помочь финансово по крайней мере может предлагать финансовую помощь для тех кто на сегодняшний день встречается карта короля монет говорит о том что в отношениях в большей степени что-то зависит именно от мужчины но ваши отношения пока продолжаются этот мужчина пока терять вас не собирается но есть много неопределенности и у вас и у него если говорить о ваших повседневных заботах в этот дом в шестой дом для вас выпла карта старшего аркана смерти эта карта не говорит о смерти на физическом уровне но она может говорить о том что у кого-то из вас есть родовые проблемы то что я уже вам говорила возможно у кого-то есть болеющая либо мать либо бабушка либо тетя женская особо возрасте которой нужна помощь конечно по этой карте вам очень тяжело что-то решить что-то сделать вы понимаете что что-то в своей жизни нужно менять почему потому что есть много тех факторов которые не дают вам развиваться и в том числе возможно это какие-то хвосты вашей семьи не зря для вас первыми выпадали две карты это восемь мечей и карта как вы помните пятерка мечей то есть проблемы есть и эта карта это подтверждает в чем-то вам нужно пересмотреть свои позиции либо отказаться от тех людей тех партнеров с которыми вы не развиваетесь а наоборот идете назад либо вам вообще нужно в жизни поменять что-то кардинально вплоть до ухода с одной работы на другую то есть какие-то важные решения но для кого-то из вас исключительно для некоторых эта карта может говорить о том что есть проблемы по здоровью и нужно пройти обследование и лечение у кого-то возможно это какие-то хронические заболевания и вам нужна помощь квалифицированных специалистов также эта карта может говорить о том что у вас может быть неожиданный разрыв отношений с кем-то в партнерстве но я бы даже сказала это больше планированный разрыв с вашей стороны то есть вы хорошенько подумали приняли какое-то решение что-то взвесили и только потом вы начинаете действовать из-за какого-то конфликта возможно в материальной сфере для кого-то это дружба сложная непростая которую вы также может быть пересматриваете то есть для каждого эти карты проиграются по-своему пожалуй на эту карту я возьму дополнительную и также на следующую я также возьму дополнительную и сюда выпала карта четверочка монет вот эти карты говорят о том что может быть неожиданная трата денег вы копите вы стараетесь что-то отложить приберечь но вам как будто бы деньги тяжело удерживать во первых своими деньгами вы решаете и родовые проблемы вы кому-то помогаете может быть из дома для кого-то эти карты могут говорить о том что у вас есть какая-то старая ситуация либо долга либо кредита это может касаться чего угодно то что связано с деньгами то есть мы видим в большей степени это финансовый вопрос который вам нужно разрешить поэтому по поводу здоровья можете не пугаться но я вижу что вы и не пугаетесь по этой карте вы точно знаете что вам нужно делать то есть я не вижу людей которые растерялись которые плачут которые сидят и ждут чтобы кто-то за них что-то сделал если говорить о ваших рабочих процессах вы можете быть как самостоятельной единицей то есть от вас могут зависеть какие-то люди даже если вы работаете в коллективе то от ваших решений также очень много зависит вы как старший среди других с вашим мнением считаются но вы устаете от тех кто слишком навязчив и за счет вас пытается разрешить что-то свое сама по себе четверка монет говорит о том что после какой-то сложной ситуации вы все-таки обретете финансовую стабильность давайте заглянем ваш седьмой дом и здесь мы рассмотрим любого рода партнерство то что касается внешнего мира и также партнерство в паре для тех кто браке карта верховной жрицы и для нее поясняющая эта карта древа сифирот если говорить о рабочих отношениях до карты показывали то что на начало этого месяца вам удавалось неплохо зарабатывать но возможно может быть либо какой-то конфликт из-за денег либо вынужденная трата денег из-за этого неопределенность сама вот эта карта это как карта джокера и она говорит о том что высшие силы помогут вам выйти из затруднительных ситуаций для многих из вас надежными тылами является ваша семья но из-за семьи тоже очень много нервов очень много зависит также от какой-то женщины в вашем роду или доме для кого-то это мама бабушка для кого-то тетя вы очень привязаны к своим близким но между вами есть также много недосказанного если говорить о ваших личных отношениях в них могут быть какие-то тайны возможно вы думаете об этих тайнах и хотите их для себя раскрыть если это тайны ваших близких но о своих секретах вы никому не хотите рассказывать несмотря на то что с вашим партнером вас многое объединяет по картам я вижу что есть и чувства но вам хочется больше личного пространства больше свободы действий и меньше ограничений чтобы вашем доме на сегодняшний день не происходило карта джокера говорит о том что все будет хорошо все наладится высшие силы за то чтобы вы были вместе если говорить о коммуникациях во внешнем мире возможно это какие-то рабочие моменты карта верховной жрицы может говорить о том что с кем-то вы соблюдаете дистанцию как бы держите субординацию кого-то не хотите близко подпускать к себе прежде чем кого-то впустить свое приватное пространство вы человека очень тщательно сканируете и проверяете также карта верховной жрицы может говорить о том что в отношениях с кем-то в какой-то момент у вас может наступить пауза но все что не происходит в вашей жизни происходит для вас во благо вот эта карта говорит о том что все для вас разрешится благополучно то что касается восьмого дома здесь мы рассмотрим любого рода риск в зависимости что в этот дом выпадает и здесь мы видим троечку пентапли эта карта говорит о том что в зоне риска какие-то рабочие проекты также эта карта развития и она может говорить о том что что-то и в развитии может тормозиться если вы думаете о карьере под угрозой может быть ваша карьера почему потому что мы видели что у вас есть враги возможно кто-то вам сознательно мешает или препятствует в негативе также эта карта говорит о том что вам нельзя работать спустя рукава свою работу вам все время нужно контролировать это то что вам поможет поэтому в рабочих моментах не расслабляться почему потому что это может вести к потере денег если вы чему-то обучаетесь проходите какие-то мастер-классы в какой-то момент может быть под угрозой это обучение но я вижу что в конечном итоге все разрешится благополучно для всех тех у кого есть бизнес на расстоянии посредством интернета либо еще каким-то другим образом у вас есть кем-то бартер сделки на дальних расстояниях заработать вы сможете но карта справедливости говорит о том что одному или одной вам не справиться и вам нужен кто-то опытный и квалифицированный человек который мог бы помочь вам и делом и советом возможно кто-то оформляет какие-то бумаги связаны со своим бизнесом или работой также эта карта может показывать госструктуры это что что-то нужно разрешить с госструктурами у многих из вас по этой карте прекраснейшее образование вы чему-то могли бы учить еще других людей для тех кто только собирается учиться эта карта говорит о том что вы получите прекрасное образование и дипломы которыми впоследствии сможете пользоваться если говорить о рабочих процессах на расстоянии также карта справедливости может говорить о какой-то вашей двойственности в чем-то у вас как бы есть ваш внутренний конфликт и вам нужен чей-то совет то что касается рабочих моментов если вы что-то пытаетесь начать или развивать карты говорят о том что приведите в порядок все бумаги и документы чтобы к вам не было никаких претензий для тех кто запланировал какие-то очень дальние дороги я вижу что они осуществиться у вас могут но все-таки что-то и здесь может тормозиться в последний момент либо какая-то неясность бумагами либо госструктуры сами не могут определиться с принятием окончательного решения в отношении вас то есть у каждого что-то свое давайте заглянем ваш десятый дом это дом ваших достижений в этом месяце и я сразу же взяла поясняющую карту почему потому что для вас выпала четверка мечей эта карта говорит о обидах на кого-то о какой-то войне или борьбе которая может возникнуть в процессе этого месяца возможно у кого-то эта война которая была ранее и вы сейчас обдумываете либо план чтобы кому-то отомстить либо чтобы кому-то что-то досказать то чего вы не смогли сказать раньше сама по себе четверка мечей говорит о эмоциональном истощении и усталости и эта карта просто кричит о том что вам нужен отдых по пажу слишком много хлопот слишком много суеты в большей степени это все то что касается денег для кого-то это нервы и подавленность из-за ребенка ваш ребенок может быть мне с непростым характером и вы можете обижаться на него или на нее если дети взрослые если вы для себя пытаетесь решить какой-то вопрос связанный с бумагами или документами еще чем-либо эта карта говорит о том что вы уже устали где-то готовы сложить оружие но в конечном итоге вы найдете в себе силу чтобы идти дальше и что-то решать для кого-то это просто какие-то телефонные звонки для вас неприятные разговоры о какой-то старой ситуации для вас очень болезненные давайте заглянем ваш 11 дом и здесь мы увидим ближайшую дружбу также ваши мечты и надежды и те деньги которые вы будете получать от своей прямой работы для тех кто работает но и те кто не работает тоже эта карта показывает ваши финансы карта старшего аркана императрицы замечательно говорит о том что деньги у вас будут если смотрят меня женщины очень много в вашей работе карьере в заработке но также и в семье зависит исключительно от вас именно вы хозяйка положения вы можете что-то менять вы можете кого-то как-то направлять кому-то что-то подсказывать в вашем совете многие нуждаются вы показаны как человек большой души и большого сердца готовые в любой момент кому-то помочь вы даже способны прощать какое-то зло почему потому что вы выше этого и если говорить о мужчинах большое влияние на вашу жизнь может иметь какая-то женщина для вас являющийся номером один для кого-то это любимая для кого-то это подруга для кого-то мама или какая-то дама из внешнего мира не имеет значения но что-то вашей жизни зависит от женщины и в вашем развитии в том числе если говорить о дамах львицах вот вторая половина месяца я вижу вашу силу ваш рассвет финансовая сторона вопроса налаживается начинается резкий подъем и резкий рост после каких-то трудностей для кого-то эта карта материнства беременности для кого-то осуществившихся родов рождения но для кого-то это может быть и рождение ребенка а для кого-то рождения новых идей которые вы пытаетесь реализовывать в жизнь прекрасная карта для женщин кто-то из молодых женщин львиц мечтает стать матерью мечтает создать свою семью свой дом свой очаг поверьте что все это у вас еще впереди карты у вас прекрасные и они говорят о том что все это у вас будет если говорить о мужчинах то женщина в чем-то вам помогает либо в чем-то вас направляет у многих из вас есть какие-то влиятельные друзья возможно люди статусные причинах при должностях но вы и сами человек не промах но споры какие-то с кем-то и обиды на кого-то у вас все-таки есть давайте посмотрим ваш 12 дом это дом ваших самых больших страхов и опасений и здесь для вас выпало 10 пентаклей все ваши страхи в большей степени связаны с финансами с работой и с вашей стабильностью вы боитесь потерять вот эту самую стабильность вы боитесь потерять почву под ногами вы боитесь форс-мажора и неожиданности вам нужна твердая стабильность и поэтому вы каждый день над ней работаете именно поэтому в вашем рассказе выпало столько карт пентаклей это и 9 пентаклей и двойка пентаклей и король монет и четверка пентаклей троечка пентаклей паш монет и десятка монет 7 карт материальных они говорят о том что деньги у вас в этом месяце сто процентов будут и никуда вы от них не денетесь даже если кто-то не работает карты могут говорить о том что у вас есть дополнительные источники доходов благодаря которым что-то вы получаете ваши деньги приносят вам уверенность ваша работа дает вам стабильность для кого-то страхи связаны не только с потерей финансовой стабильности но и также связаны с мужчиной для женщин либо вы волнуетесь из-за финансовых отношений во внешнем мире связанных с мужчиной но это что касается дома семьи здесь тоже очень много страхов почему потому что если говорить о женщинах в чем-то вы может быть финансово зависеть от мужчины но не обязательно но ваши страхи связаны с мужским лицом и возможно со стабильностью в доме и со стабильностью в семье если говорить о мужчинах львах возможно вы переживаете о партнерских отношениях с мужчиной возможно земной стихии это может быть телец дева или козерог по гороскопу но не обязательно это может быть любой предприниматель с которым у вас сложные финансовые вопросы давайте посмотрим карту основного совета для вас на этот месяц карта восьмерки жезлов говорит о том что вам не стоит ничего бояться вы должны идти только вперед многим из вас действительно предстоят дороги какая-то большая радость получение желаемого эта карта благих вестей эта карта прекрасных союзов новых встреч новых знакомств хороших и выгодных сделок для кого-то это бартер или работа на расстоянии может быть посредством интернета все то что будет для вас удачным по итогу больше смелости больше уверенности и все у вас получится для кого-то эта карта говорит о том в особенности если вы одиноки что вам нужно открыть его свое сердечко на встречу новой любви и не бояться новых отношений почему потому что у тех у кого пока этих отношений нет вы стоите на пороге новых знакомств большой любви большого желания и вас ждут встречи возможно ваш партнер пока находится с вами на расстоянии может быть вас разделяет расстояние может быть даже вы в разных городах но по этой карте вы сможете увидеться сможете встретиться и сможете отношения свои развивать замечательная карта и она говорит о том что вы выйдете из вот этого тупика в котором вы находились месяц для вас неплохой но есть о чем подумать и есть что проанализировать возможно вы сможете в чем-то перестраховаться знаю какую-то информацию заранее давайте также посмотрим фон колоды что спрятано на дне и мы видим карту старшего аркана дьявола эта карта говорит о том что у вас очень много фобий и страхов но эти страхи вы не хотите показывать внешнему миру вы боитесь зависимости того что вам придется возможно принимать чьи-то условия в делах либо в личной жизни и и также карта дьявола говорит о том что вы должны остерегаться манипуляции вами другими людьми а такие есть по пятерке и по восьмерке мечей у вас должна быть внешняя невозмутимость полная хладнокровие и спокойствие будьте хитры и умны как дьявол для того чтобы выйти из какой-то сложной для вас ситуации не стоит ничего бояться и перестаньте чувствовать себя в чем-то неуверенными у вас все абсолютно все получится всем добрый час всем хорошего настроения здоровья вам и вашим семьям подписывайтесь на мой канал кто еще не успел подписаться пишите в обратных сообщениях у кого как этот расклад в этом периоде проигрался а сегодня всем до свидания